Девушки отдыхают Девушки отдыхают Площадь здесь 38 квадратов, по документам 40, по измерениям все-таки 38 Высота потолков 2,30 Потолки поднять никак невозможно, потому что это высота до плиты от пола И нужно было ее сохранить Была просто обычная квартира Такая, не знаю, хрущевка стандартная Ничего здесь особенного не было Вот, Даня, в принципе, здесь жил с детства в этой квартире И мы решили, что нет смысла продавать эту квартиру И потому что за те деньги, за которые мы бы ее тогда продали Мы купили бы ровно ту же площадь Просто это в больший хаос, переезд, все остальное Поэтому решили ее просто обновить и сделать ее красивой, уютной для себя И в итоге у нас после переделки получилась трешка Ну, хотя она изначально и была трешкой Потому что стены мы не переносили никакие, кроме двери в туалет То есть мы поменяли единственную одну конфигурацию Ну, оставим кухню напоследок Хоть она маленькая, хоть она интересная И хоть я обычно начинаю с нее Но я не могу игнорировать просто стену позади тебя Это очень крутое решение Очень выглядит интересно Расскажи, как это сделано и почему? Ну, собственно, сам ремонт начинался с этой комнаты, со спальни И у нас очень была холодная вот эта стена Потому что она прям практически промерзала И спать было очень некомфортно Соответственно, мы решили ее утеплить Положили утеплитель, сверху закрыли ОСБ И начали думать, что с ней делать И вдруг придумалась идея уложить, закрыть ее такими спилами Чтобы это было красиво И получилась какая-то акцентная красивая стена Не просто покрашенная, не просто какие-то картины веселей Соответственно, хотелось немножечко обуютиться И внести атмосферу такого, ну, как будто дома Как будто дровница Нашли лесопилку за каких-то 5000 рублей Мы попросили из брака, из бревнышек с сучками Сами повыбирали из разных пород деревьев Чтобы нам напилили вот такие кругляши разного размера Мы настаивали на том, чтобы пилили по сучкам По тому все, что идет у них в брак Вот, поэтому они подключились все совершенно разные формы А так, такая получилась очень красивая акцентная стена Которая в итоге задала тон всей остальной квартире И у нас в других комнатах тоже элементы из дерева И вот у нас получился какой-то такой эко-скандистиль Случайно совершенно Поскольку пространства ограничены То, наверное, есть какая-то функциональная комната То есть, вот как вы распределились по этим комнатам? То есть, где что происходит? Получается, три комнаты, кухня, прихожка и ванная Спальня, чтобы спать В спальне есть кровать, комод и тумба И все Телевизор... В какой-то момент мы хотели поставить на комод телевизор Потом мы поняли, что мы не смотрим телевизор перед сном И, в принципе, неправильно залипать в телеке перед сном И спать под телевизор Поэтому мы просто забили и так и не купили с тех пор телевизор Прикроватная тумбочка-пень Получилась случайно Мы просто уходили с той самой лесопилки Где мы заказывали спилы себе И он стоял несчастный в углу Мы даже его особо не стали шлифовать или что-то еще Вот, у него осталась такая же текстура сверху Как вот была от пилы Я просто... Мы его точно так же пропитали от насекомых И сверху покрыли воском И получилась очень удобная прикроватная тумбочка Она очень удачна по высоте Вот, на нее удобно положить, заряжаться телефоны Что-то на ночь И для собаки получилась идеальная подножка Она легко запрыгивает на кровать И спрыгивает с нее самостоятельно Не рискуя поломать себе лапы Потому что для нее кровать это высоко Последним в спальне мы купили кровать Это Мальм Икеа Это кровать с подъемным механизмом Это огромный горизонтальный шкаф У нас там хранится все Мы в гостиной Она же гардеробная Она же проходная комната Здесь раньше была вот досюда стена Вот так вот То есть она закрывала этот коридор Получался маленький узкий коридор И такое достаточно узкое пространство Мы решили убрать часть стены Тем самым объединив прихожую зону С коридором Расширив здесь пространство И мы решили отказаться от всех дверей В этой квартире нет дверей Кроме двери в ванную комнату За счет отсутствия дверей Нам удалось объединить квартиру В одно такое пространство Которое осталось зонированным Но объединенным за счет текстур За счет дерева За счет цвета стен И каких-то небольших аксессуаров В плане дверей Мы оставили дверные проемы Там стоят сохраненные дверные коробки Хорошие Поэтому если следующие жильцы Вдруг захотят поставить двери Им это не составит никакого труда И можно будет отградить Каждую комнату отдельно Как это в принципе было раньше сделано То есть здесь везде были двери Так же как и за моей спиной За счет стены в спальне Которая вот у нас сделана деревяшками Уже пошла эта тема на всю квартиру И мы сделали вот эту стену за спиной Которая отражается в зеркале Мы ее сделали тоже деревянной И за диваном акцентная стена Тоже ваше хруктворение, да? Да, да, тоже сами Ну это получается просто сосна? Сделана она очень просто Это доски прибитые к... Вот здесь идут бруски Тут брус и тут брус Они приколочены с тыльной стороны Так, чтобы не было видно крепежки После того, как мы собрали всю стену Мы... Я ее проморила Я купила много разной морилки И просто экспериментировала То есть на живую стену Мы ее красили Где-то белой краской я покрасила Где-то взяла морилка Вот этот цвет орех, по-моему Вот тот золотой дуб Этот цвет я не помню Просто в Леруа выбрала морилок По оттенкам, которые мне понравились По выкрасу У меня вопрос Как так потолки 2,30? Это очень интересное решение Архитектурные строители Потому что, когда строили эту квартиру Во всех квартирах ниже этажа У нас последний этаж Нам не доложили то ли кирпич, то ли два Просто пониже сделали и все И положили нам крышу До потолка я, в принципе, вот на носочках почти достаю рукой Муж достает рукой вообще легко Если встает на цыпочки Соответственно, потолок опускать было нельзя И натяжной был не наш вариант Точно так же, как гипсокартон, армстронг И вообще все-все-все Наклеенные обои на потолок Мне критично не нравятся Потому что чувствуешь себя, как будто ты в коробке Поэтому мы начали думать, что делать И нашли такое очень интересное решение Потолки покрыты жидкими обоями Фирмы Silkplast Это, по сути, бумага с клеем Бумажные обои с клеем После того, как мы их нанесли Сверху они в три слоя покрашены белой краской Так как дом старый И бумажные обои вытягивают на себя Всю желтизну из поверхности Соответственно, они стали такого ядрёно-жёлтого цвета Пришлось краскопультом одолженному друзей Покрасить потолок ещё в белый Я хотела спросить, подоконник сидячий, да? Да, у нас все подоконники На всех можно сидеть Мы сразу решили, что мы хотим деревянные подоконники Мы сразу решили, что мы хотим широкий подоконник Вообще, изначально он даже думался быть ещё шире Чтобы он был как верстак И за ним можно было работать Либо я могла что-то снимать Какую-то свою предметку Но потом мы решили не заморачиваться Со склеиванием щитов Мы взяли максимально возможную ширину щита Здесь, по-моему, 60 И два щита склеили друг с другом То есть здесь можно заметить, что здесь есть шов Вот, они проклеены, стянуты И потом уже поставлены сюда на место И выпилены под нужные размеры Мы не предусмотрели вот здесь воздуховоды Для тёплого воздуха То есть стоило сделать прорези Потому что зимой в очень сильные морозы Плачут окна Но последние два года мы решили эту проблему Установив принудительную вентиляцию На трёх, на двух окнах в квартире Эта принудительная вытяжка Оттуда всегда поступает свежий воздух И такой же установлен у нас на кухне Соответственно, по квартире всегда есть Постоянная циркуляция воздуха Либо вот с лишней влажностью Мы даже в лютые морозы зимой их не закрываем И дома остаётся комфортно И всегда есть свежий воздух И всегда очень хорошо Здесь обычная тумбочка Там прячутся наши кофры Спальники, что-то ещё То есть какой-то такой спортинвентарь И как раз-таки это служит таким столиком Если гостей немного, гостей мало То бывает такое, что кто-то сидит на подоконнике Кто-то сидит на диване И сюда можно поставить бокалы И комфортно всем общаться Давно в этой квартире была такая, как выяснилось Это люстра даже Это даже не торшер То есть здесь был плафон И она вот тут крепилась на потолок То есть это была потолочная люстра, которая свисала вот так И в Леруа в какой-то момент я вдруг обнаружила Идеальную по диаметру подходящую кашпо С которым ничего не пришлось сделать Он просто встал сюда И вот в него поселился папоротник Который когда-нибудь умрёт И от засухи его место займёт другой Либо папоротник, либо какое-то такое живьющееся Раскидистое растение Потому что вот очень красиво это всё смотрится Это самый дешёвый диван из Икеи На тот момент, когда мы его покупали Он стоил 3,5 тысячи рублей Сейчас он стоит, по-моему, 5 или 6 Я что-то на сайте смотрела Тот самый, который никто не рекомендует Тот самый, который говорят Не покупайте ни в коем случае, он ужасен Обратились в перетяжку Нам на него из хорошей ткани сшили чехлы Такого приятного зелёного фисташкового цвета Вот, нам перетянули И также у этого дивана был очень большой недостаток У него очень жёсткие подлокотники Которые мне не нравились Когда сидишь, очень врезается в спину Неудобно, некомфортно класть руку В итоге мы просто попросили Нам добавили поролон на подлокотники Сделали подлокотники мягкими Наволочки, подушки из Икеи Я их с какой-то периодичностью меняю Когда надоедает принт Вот сейчас они из какой-то, по-моему, прошлогодней коллекции Плед мне подарила когда-то подруга И он так вот отлично оттеняет Он такой серый Его очень любит собака Он, в принципе, тоже, опять же, для неё Она в нём копается, спит И вот это вот её уголочек Она вот тут живёт А чем вы занимаетесь? Просто многое сделано своими руками И довольно эстетично И поэтому возникает вопрос Может, у вас какие-то дизайнеры? Нет, я фотограф Муж у меня занимается видео У нас просто, наверное, неплохая насмотренность Из-за того, что ещё мы любим путешествовать Соответственно, мы бываем в разных странах И ты что-то с собой привозишь оттуда Там, смотри, а вот здесь вот это здорово Давай, можем мы это сделать у себя И мы делаем Вот А так, если честно, у нас руки не тем концом представлены И местами у нас были прям глобальные проблемы По поводу того, что как это делается просто Интернет, помоги У нас много вещей, много одежды И нужен был просторный, объёмный, большой шкаф Единственное место, которое под него прям сразу предполагалось Здесь получается такая непонятная ниша И логично было сюда сделать шкаф Мы какое-то время долго думали Как же быть Потому что, опять же Были очень малей Мы были очень урезаны в бюджетах Здесь было единственное пространство Куда можно было поместить систему хранения И сделать большой шкаф Мы долго думали Рассуждали, как бы можно было поступить Можно было заказать шкаф под заказ И поставить его сюда Но, во-первых, это выходило дорого Во-вторых, стены не идеально ровные Соответственно, выравнивать под него стены Это ещё плюс к деньгам Плюс, когда ты ставишь всё-таки гардеробную систему Вот с полочками, стенками Они чуть-чуть, но место съедают И, соответственно, чуть-чуть получается меньше места Соответственно, что мы придумали В Икее была система хранения ольгот Это металлические такие полки-крепёшки Соответственно, мы по размерам заказали систему Распределили ящики так, как нам удобно Наверху у нас хранятся ёлочные игрушки Здесь, по-моему, носки и тёплая одежда Здесь что-то ещё, бокалы и так далее Вот, и чем закрывать? Потому что всегда вот так открытое Когда приходят гости Когда просто не хочется Ну, вот здесь не так аккуратно всё лежит, например Хочется спрятать Думали-думали Решили просто повесить гардину На гардину повесить шторы Шторы Икея Гардина тоже Икея Вот, просто задёргивается Оп, и всё И как будто ничего и нет Единственное, что я не советую Это делать вот такие полки под обувь Потому что такие полки под обувь Это очень, ну, симпатично, красиво Тип того смотрится Но, во-первых, обувь пылится Во-вторых, обувь сохнет Ну, то есть кожаную обувь приходится чаще Там кремом смазывать, что-то такое В-третьих, её так меньше помещается То есть намного лучше выбрать Специальные такие подставочки Когда друг на друга Либо хранить обувь в коробках Подписанную Какая в итоге комната у тебя любимая? Кухня Потому что там удивительно получилось Всё очень органично сделать Это кухня Как и всё в нашей квартире Маленькая кухня У нас в районе пяти квадратов Насколько я помню И было тесно Здесь вдвоём было тесно Если бы на кухне появлялось Больше трёх человек Вообще невозможно было находиться На новоселье у нас здесь Одновременно находилось человек шесть И мы все умудрились разместиться Естественно, кто-то сидел на подоконнике Кто-то здесь Кто-то на столешке Но тем не менее Мы все одновременно находились здесь Не толкались Ещё можно было между нами перемещаться И добраться до холодильника И до всех шкафов По поводу самой кухни Самого кухонного гарнитура Это Леруа Это фасады И основа всё Леруашное И это белые глянцевые фасады И вопреки всеобщему мнению Что глянцевые фасады Это очень марка Белые фасады Это очень марка Я когда-то развлекалась тем Что пока выбирала кухонный гарнитур Я ходила по магазинам Перед этим Потрогав пирожок Соответственно с грязными руками И лапала все фасады И отпечатки Самое смешное Они оставались только на белом Белый глянец Я прям очень рекомендую Самое смешное Что когда мы покупали эту кухню Вот сам кухонный гарнитур Без техники Обошёлся на 25 тысяч рублей С раковиной Насколько я помню Раковина тоже Леруа Это был самый дешёвый фасад Он даже был на распродаже Сейчас это самый дорогой фасад Почему-то белый Вот этот белый глянец Так, хорошо Да я вижу, что на кухне Столешница под углом Это какая-то хитрость Чтобы объём Больше о себе оставить Да, чтобы хватило места Потому что, как ни странно Эти 10 сантиметров Которые мы смогли пожертвовать Они дали возможность Находиться там ещё одному человеку Когда, например, приходит много людей У нас специально здесь Сделано сужение Нижних шкафов Глубиной не 60 Не существует Поэтому это верхние шкафы Которые поставлены На специальные ножки Которые закрыты цоколем Глубиной 35 И это угловой шкаф Который скошенный Если бы кухня выступала Вот так углом Об этот угол Об этот угол бы постоянно бились То есть, вот кухня Иначе бы проходила вот так И это было бы уже неудобно И на выходе в кухню Было бы неудобно Скруглённые шкафы С полками Не наш вариант Они не нравятся Не визуально-эстетичные В модульных кухнях Их вообще редко встретишь То есть, это должна быть Кухня под заказ Которая была не в нашем бюджете Столешницу Мы очень долго думали Где вообще брать столешницу Какую заказывать Опять же, у нас были Очень ограниченные бюджеты Нужно было сэкономить Конечно, очень хотелось И киевскую деревянную столешницу И мы вообще изначально Прямо принципиально хотели дерево Потом мы нашли выход Наши продолжаются Любимые мебельные щиты Это просто мебельный щит Причём мы изначально Хотели сделать так же Как подоконник в гостиной Мы хотели склеить два щита Нарастив высоту И получить толстую столешницу И уже потом тоже покрыть Морилкой лаком Лак немножечко я неправильно подобрала И поэтому кое-где появляются Потёртости какие-то небольшие Но в принципе Если вы выбираете Вот такой вариант дерева Он, во-первых, бюджетный Во-вторых, это легко реставрируется В-третьих, в любой момент Можно просто снять столешницу Купить толвых два мебельных щита Положить, выпилить, покрыть И у вас совершенно новая столешница обнуленная Либо же, как мы, смириться С временным старением дерева Это даже симпатично И придаёт какого-нибудь шарма Вопреки всем дизайнерским правилам Стык столешницы у нас проходит под раковиной Так не рекомендуют делать Потому что особенно деревянные столешки Это место нагрузки Место попадания воды Есть риск взбухания дерева Того, что дерево поведёт Но у нас по-другому сделать не получалось Поэтому мы решили сделать стык под раковиной Мы просто очень хорошо обработали герметиком Раковина снизу вся в герметике Всё прогерметизировано Промазано много раз И не было никаких проблем Ничего никуда не вспухает Никуда ничего не протекает Никаких проблем с этим швом нет Стол у нас тоже самодельный Тоже мебельный щит и брус Поэтому стол тоже пришлось сделать самим Он точно так же щит покрыт морилкой Лаком в цвет Соответственно, те же самые вопросы по дереву По поводу сколов и деформации Которые нас совершенно не беспокоят И мы к этому привыкли Нам это нравится Дерево стареет красиво У нас достаточно необычный и красивый декор на стене в кухне Который я очень люблю Появился он здесь всего два года назад Мы долго думали, что бы было на этой стене Были споры по поводу картины По поводу каких-то надписей, постеров Чего-то остального Всё не нравилось И тут, когда мы были на Бали Мы увидели вот такие плетёные штуки Подбирали размеры Мы купив в одном магазине один Мы бежали с ним в соседний Подбирали к нему другой На полу выкладывали раскладки Как это всё будет То есть это все привезённые из Бали Кроме вот этого Это икеевский Купленный уже потом, когда в Икея появилась Они не приклеены на стену Они все на липучках Соответственно, их можно легко снять И использовать Допустим, я для фотографий иногда их использую Я просто снимаю Делаю какие-то сервировки А потом просто вот Вклеиваю на место Отлично Уже два года висят Ни разу не падали У меня очень много всякой утвари Я много готовлю И, соответственно, под рукой должно быть много всего Соответственно, нужно было Ну, мне, в принципе, они даже нравятся То есть я люблю рейлинги И вот мы это икеевский рейлинг С подвесами Единственное, что самое критичное Вот не делать вот таких крючков Которые просто навешиваются Потому что, когда снимаешь Они постоянно падают И у нас их два Только для того, что не подходят по диаметру На толстые крючки А эти все крючки просто двигаются Это кранчик от воды Фильтрованный Питьевой Можно пить сразу из-под крана Здесь обычно горячая-холодная вода И вот есть вот такая прикольная штука Это Алиэкспресс Купленная под губку Очень удобно Дозаторы для Моющего средства И губка, соответственно, вода Не попадает на деревянную поверхность Не пачкает Ее не портит Всегда сложно понять, что делать с углом Но у нас идеально туда вписалась рисоварка Это вообще очень рекомендую эту штуку Она стоит что-то тысячу-полторы тысячи рублей Китайская, клевая Продается везде, где ни попадя В ней можно варить кашу и все остальное Но, в принципе, она идеальна для приготовления риса Он никогда не подгорает ничего И вот она там всегда стоит Не пачкает ни стены, ничто И ты можешь поставить вариться рис И он никогда не сгорит Есть какие-то на кухне фишки Не знаю, по хранению Или по организации пространства самого Которые ты прям вот обожаешь? Из-за маленького количества хранения внизу У нас очень продуманы все верхние ящики Здесь хранятся все пластиковые контейнеры термокружки Здесь специи, опять же, редкого пользования То, чем я пользуюсь в готовке, когда готовлю какие-то специфические блюда Они висят на полочках из Леруа Белые полочки для ванной комнаты Просто прикручены на саморезы полки И туда вставляются баночки Пюре продается в этих баночках Она просто покрасила крышки в черный цвет И вот отдала мне целую гору Потому что баночек было очень много И вот я в них отлично рассыпала специи Подписав просто для себя маркером То есть это такое хранилище под всякие специи Здесь у нас посуда Подвес соли Такая же штука из Леруа Полочка для ванной комнаты Она идеально входит над дверью То есть я просто по сантиметрам рассчитала, что они не закрывают Единственный шкаф с ручкой – это посудомойка Потому что ее нужно открывать и закрывать Это ручка Икея Не помню из какой коллекции Они идут в паре Две они пообразуют вот так круг Вот здесь наставлен брусок Чтобы посудомойка плотно упиралась в этот брусок И не шаталась То есть это вот Вот здесь идет уголок, который закрывает зазор Чтобы посудомоечную машину можно было открывать и закрывать С духовым шкафом и с его монтажом тоже было весело Из-за того, что столешница опустилась Опустилась варочная поверхность И опустилась плита Нам пришлось извращаться И у нас вот это И вот это просто заглушки из фасада Идеально плита встала На ней встала варочная поверхность Вообще никаких проблем с этим не было Кроме того, что мы лишились вот этого маленького шкафа Который нам не нужен А вот скажи Вот вы делали ремонт явно не потому, что у вас там ограниченный бюджет Потому что вы можете себе позволить покупать технику Вы можете позволить себе путешествовать Но сделали в сжатом бюджете Объясни мотивацию Ну, во-первых, это было 5 лет назад И тогда поменьше были возможности Во-вторых, все-таки покупка техники и чего-то остального Это все-таки вложение в бизнес И в работу, да, и в себя А вложение в ремонт квартиры Это немножечко другой расход, который очень многие откладывают на потом Но у нас появилось такое правило Что очень важно, где ты находишься Мы очень много работаем дома Потому что это монтаж, обработка И вот это все ты реально 24 на 7 дома Если ты не на съемках Кабинет, он больше такой максимально практичный Здесь нет каких-то изысков чего-то такого Суперособенного Может быть, кроме столешницы и стола Сделанного просто самой организацией пространства С одной точки зрения форма у пространства удивительная У него не хватает угла Что как раз-таки для нас стало удобным Для того, чтобы правильно, грамотно организовать себе рабочее пространство Для двух людей, не мешая друг другу И удобно сидеть за столом То есть здесь у нас сидит Даня Я работаю за тем столом Сверху мы положили точно так же Наши любимые мебельные щиты или из Леруа Покрыли их морилкой И в такой же цвет покрыли морилкой Стол из Икеи Простой, самый деревянный, сосновый, самый дешевый стол Мы взяли просто в Леруа Кухонный ящик Это вообще кухонный напольный ящик на 60, по-моему И все, в нем точно так же хранится техника для съемок И просто на него положили в столешницу общий мебельный щит, который объединяет все Полки тоже Леруа, просто покрытые морилкой в те цвета, которые мы хотим И в принципе здесь ничего такого особенного нет Просто должно было быть достаточное количество места и хранение под документы Я не могу расстаться со всеми своими любимыми игрушками, которые мне когда-то кто-то дарил Поэтому они живут у меня на полке Вот, так что с кабинетом мы особо не заморачивались И самым сложным было здесь тоже решить со светом В принципе, в основном здесь вот точно так же, как сейчас, светятся две настольные лампы Этого света достаточно Но когда ты вечером собираешься на съемки, либо вечером, возвращаясь, приходя, ты разбираешь здесь технику Нужен какой-то верхний свет, потому что освещения от настольных ламп не хватает Вообще, с люстрами тогда была очень большая проблема Еще не было так развито покупки на Алиэкспресс люстр светильников каких-то интересных Красивые, которые нам нравились, стоили каких-то бешеных денег И вот что-то надо повесить, а что делать непонятно И в Икее появились вот эти супер дешевые бумажные светильники Смотрится очень прикольно, по цветам очень сюда подходит Такой странной формы, просто из картона 300 рублей, 500 рублей, какая-то такая очень смешная цена была Мы оставили просто ключи, нарисованный мной четкий план с развертками всех стен Причем рисовала я очень смешно на листочке в клеточку Все это дело, четко везде все было подписано Всю мебель всей квартиры законсервировали в маленькой спальне Закрыли ее полиэтиленом и уехали на месяц в Вьетнам Приехали в полностью белую квартиру, то есть оштукатуренную, ошпаклеванную И вот там пол подготовлен, все подготовлено было к чистовой И все, нам оставалось уже делать всю чистовую, мы в ней еще месяц жили сами А вот насчет декора и покупки разной мебели Ведь город закрытый у вас, и наверняка по возможностям вы ограничены Да, ну сейчас так это вообще не проблема Икея стала возить везде и все, и совершенно спокойно Какие-то вещи, декора мы привозим сами из поездок, и они тут обживаются как-то Вот, по мебели, ну у нас очень много икеевской Поэтому это все было из Икеи, как раз таки обосновано бюджетом, простотой И тем, что не надо мучиться, и мы можем собрать это сами То есть здесь нет мебели под заказ каких-то таких вещей Так, добрались до ванной, и тут у меня вопрос Я вижу, что вы пристроили туда стиральную машинку, а где все остальное? То есть, ну, на фотках довольно все симпатичное А это наша очень большая ванная комната Целых три с половиной квадратных метра, на которых поместилось вообще все И заслуга этому, наверное, вот этот подиум Потому что нужно было в ванную комнату уместить стиральную машинку, унитаз Я принципиально очень хотела раковину Зачем здесь подиум? Так как единственное положение унитаза, чтобы это было удобно и сидеть, и пользоваться им, и чтобы сделать слив Возможно было в этом углу Стояк находится за моей спиной, вот здесь за стеллажом Там идут трубы И, соответственно, нужно было соблюсти уклон Это можно было сделать только если бы труба проходила здесь Получается, что стена за стиральной машинкой, которая сейчас Она никак бы, мы не могли бы ее использовать и что-то сюда к ней ставить Соответственно, пришла идея построить подиум Стиралка нам нужна полноценная, большая, и она у нас уже была То есть, она старушка По итогу это оказалось очень удобно Во-первых, стиральная машина поднята над уровнем пола Мне не нужно наклоняться То есть, я не нагибаюсь, совершенно спокойно ее открываю Не нагружая себе поясницу и спину Во-вторых, получилась очень удобная полка То есть, здесь на приятном уровне Когда мы пользуемся полноценной ванной комнатой Здесь появляются какие-то косметические наши принадлежности Что-то еще сюда, очень удобно что-то положить Был вопрос вот с этим углом Просто среди ночи проснулась, полезла на сайт Икеи И ровно вот здесь 37 сантиметров отступа от стиральной машины до стены Прекрасный киевский стеллаж для ванной комнаты Который идеально сюда встал Мы его вот один раз так сверху поставили И больше его не сдвигали Нас все спрашивают по поводу того, что спрыгивает стиральная машина или нет У нас для этого были предусмотрены вот здесь крюки Такой же крюк находится с другой стороны в стене Мы думали на всякий случай притянуть ее чем-то типа лебедки Чтобы не давать ей смещаться Но потом мы просто поставили стиралку Сидели напротив нее два цикла стирки Мы ее загрузили на полную Запустили стирку Ждали пока она начнет отжимать, чтобы посмотреть За ванной, по-моему, лет 5-6 уже в ванной комнате Стиральная машина не сдвинулась ни на миллиметр По поводу ванной Это вообще ванна российского производителя Я не помню что-то типа Марии или какое-то такое Вот благодаря такой форме мы смогли ее сюда вместить Потому что иначе у нас не получалось сделать полноценный дверной проем И ванна бы выступала там на несколько сантиметров То есть можно увидеть, что если вот ее вот этот край Он получается шире То есть если ванна на 70 на 80 Она получается упираться в середину двери И зайти в ванную комнату было бы нельзя Раковину мы нашли в самом простом обычном строительном магазине У нас в городе Она шла с тумбой То есть это раковина, которая должна стоять на тумбе Но нам очень понравилась ее, во-первых, форма Потому что она квадратная У нее есть бортики, чтобы ставить Потому что нам, естественно, некуда делать какие-то полки вокруг раковины Кран Арго российский Нас всем устраивает У него очень удобный излив И нужно было так, что Меня вот очень часто раздражает Если у тебя намотано полотенце на голову Ты наклоняешься умыться над раковиной И получается издеваешь полочку над ней А при таком изливе получается, что нет И у него очень удобно Струя попадает ровно в центр То есть угол струи очень удачен Мы принципиально хотели душевую стойку Потому что это удобно Да, в нашей ванне нельзя полноценно полежать и отдохнуть Но зато у нас поместилось совсем все И в принципе, ну, я там почти могу лежать Но я маленького роста Мужу вот неудобно Может там прикольно сидеть Еще один прикол в нашей ванной комнате То, что у нас неровный потолок В одном из углов торчит чуть-чуть труба Которая идет к полотенцесушителю И, соответственно, она опускала нам натяжной потолок вниз Но при такой конфигурации потолка У нас не помещалась душевая стойка Соответственно, с меня взяли несколько расписок Мастера, которые натягивали нам потолок Что я в здравом уме и здравой памяти Заказала кривой потолок Что его высота относительно пола разнится Соответственно, его просто максимально Насколько можно близко натягивали к потолку Мне всегда не нравилось, как хранятся порошки в пакетах Или в чем-то еще Я долго думала, куда бы спрятать стиральные порошки Чтобы не было запахов И я купила просто вот такие выдвижные контейнеры Что-то типа в фикс прайсе Туда закинула совочки, которые продаются с порошками И насыпала просто порошок для цветового, порошок для белого Очень удобно Никаких запахов, ничего не рассыпается И вот здесь, как фиксатор, просто приклеена пластиковая штучка Чтобы, когда порошок тяжелый, у меня не выезжал контейнер оттуда Достаточно большой проблемой, как оказалось, когда мы доделали туалет Оказалось, некуда положить туалетную бумагу Потому что стоящие на стиральной машинке это неудобно Сзади на бачке это тоже неудобно И не хотелось, чтобы она просто стояла И тут мы вспомнили про дверь Это обычный держатель для туалетной бумаги из Икеи Прикрученный к двери Ровненько, аккуратненько И это очень удобно, потому что, когда закрываешь дверь Она оказывается прямо на нужном уровне Мне кажется, это ее идеальное месторасположение По отношению к нашему туалету Это наша очень большая прихожка Дверь осталась старая Она была подрана котом, который раньше здесь жил Мы ее просто перетянули То есть мы сняли вот эти речки все полностью Натянули ткань И просто приклеили ее туда на нижнюю панель И зашили обратно деревяшечками Поставили обратно старый замок, глазок Все вернулось и получилась дверь, которая по цвету подходит ко всему Хранение одежды Верхняя одежда у нас хранится вся вот здесь Соответственно, по сезонам она меняется Что-то уходит под кровать Сделана она банально просто Это купленная полка в Леруа, опять же И к ней прикручены вешалочки Вешалки, это опять же с нашей любовью привозить что-то из разных стран и поездок Вешалки приехали из Амстердама Прикрутили в нужном порядке, очень удобные Мы специально купили с длинными и с коротенькими Просто, чтобы разную одежду можно было по-разному вешать Покрыла я вешалку морилкой Морилка, по-моему, орех смешанный с дубом Так, чтобы цвет получался более теплый Потому что орех он зеленит Напротив двери у нас вешалки из Икеи Очень удобные для того, чтобы повесить как раз сумки Головные уборы Для удобства прихожки мы переносили дверной проем Вход в ванную раньше был вот здесь Ровно напротив входной двери Соответственно, туалет и ванная комната Это самое посещаемое место в доме И получалось так, что вся грязь отсюда Из прихожки растаскивалась по всей квартире Единственным правильным решением было заложить дверной проем здесь И переместить его на ту стену Что очень аккуратно смотрится из гостиной И максимально удобно То есть на прямой проход У тебя сразу ванная и туалет И ты не вынужден выходить в прихожку Только в случаях, когда тебе не нужно уходить из дома Зеркало — это один из немногих предметов, который остался из доремонтного периода Оно здесь же висело в прихожке Но у него, я уже не помню, то ли была некрасивая рама, то ли не было рамы никакой Мы сделали раму сами из деревянных уголков Я покрыла ее тоже с морилкой в цвет как раз-таки вешалки И получилось такое раритетное зеркало, которое живет с нами И я думаю, что перейдет с нами в следующую квартиру Ну, раз тогда мы подошли к завершению То, конечно же, я должна у тебя попросить совет зрителям Или инсайт какой-то свой личный, которым можно было бы поделиться Как это странно не будет звучать Ремонт можно любить и получать от него удовольствие И главное — делать так, как вам хочется и нужно И мнение очень многих окружающих после того, как они видят нашу квартиру Из-за того, что «А что, так можно было?» Вот, не бояться отходить с каких-то стандартов И продумывать все максимально впрок-вперед И если что-то можете сделать сами, почему бы на этом не сэкономить Если по каким-то причинам вы думаете, что ремонт — это очень дорого и очень сложно Итак, друзья, все полезные ссылки внизу под этим видео Открывайте инфобокс, не пропускайте эту полезную информацию Конечно же, контакты Лены я оставлю внизу Переходите, подписывайтесь, вдохновляйтесь И увидимся в следующих выпусках До скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok